Акимам и министрам поручено пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат, конференций, круглых столов, торжественных мероприятий, консалтинговых и пиар-услуг. Эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией, отметил Касмжом Артухаев. Таким образом, траты на пиар-услуги, на выстраивание эффективных коммуникаций между государством и обществом были приравнены к ненужным. Но, как выяснилось сегодня, в Акимате Алматы на пиар предусмотрено 700 миллионов тенге. И тут журналисты задали Акиму резонный вопрос. Зачем тратить бюджетные деньги на постройку, скажем, детской площадки во дворе? В этом году у нас заложено около 700 миллионов тенге. Но это работа не по тому, как это показывается, как работа Акима города. Абсолютно нет, конечно. У меня есть, вы знаете, своя страница в Инстаграм. Мы свой отчет там размещаем. И мне абсолютно нет необходимости. Есть у меня пресс-секретарь, который проводит также свою работу. Но если какие-то вещи в городе делаются, это наверняка надо, наверное, там показывать. Все, не только это там какие-то детские площадки. И это утрировано, мне кажется, тоже неправильно будет. А зачем вам такая детская площадка? А вот люди просят, чтобы у них была детская площадка. По мнению самих пиарщиков, нетерпимость наших чиновников к критике привели к пышному развитию заказной журналистики. Вспомните, что еще лет 12 назад в госструктурах и нацкомпаниях не было такой строки бюджета, как размещение платных пиар-материалов. А теперь эта бюджетная строка есть везде. Однако мониторинг соцсетей показывает, что население потеряло веру и не доверяет действиям госорганов. Как говорят сами пиарщики, когда слова расходятся с реальными делами, ни один, даже самый высокопрофессиональный пиар-менеджер не спасет чиновника или структуру и не вернет доверие людей к властям. Есть только один выбор для чиновников – делать, что говорите. Любая ложь, особенно в кризисное время, когда люди испытывают панику и страх за свое здоровье и финансовое будущее, превращается в огромную репутационную катастрофу. Боржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42